привет любителям мастер-класса мы сегодня будем делать красивенький такой камень он такой как вулканический либо как из крымского ракушника он такой интересный камень вам понравится в этот камень вы видели как делать я вам сделаю ссылочку внизу сейчас нам надо замочить стеночку чтобы убирать нее пыль грязь чтобы она была такая вся хорошенькая без всяких там налипших таких вещей которые потом отвалятся все хорошо от замачиваем так вот у нас специальный научный сотрудник раствор мне привез здесь у него водосточная система мы ее тоже вот так вот спрятали ни к чему и выглядывать у нас на фасаде так это варили завязали сетка и тоже ее замажем даже и видно не будет вот эти какого состава раствор сейчас просто все берем накидываем друг около дружки полностью ляпушечки все закидываем так вот нехитрыми движениями ляп 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 и закидываем стенку вот эти какой нам инструмент понадобится средний большой острый и кисточка для того чтобы затирать все сейчас пока острые и кисточкам нам не понадобится понадобится вот такой вот самый широкий мастерочек все вот так приглаживаем чтобы как бы придать форму камушку получается выпуклые места взяли просто притерли и очень хорошо притираем старую часть раствора с новой частью видите прям от раствором ляпаем и хорошо притираем сразу где получается формируем шоу сильно большую площадь не старайтесь закидать потому что вам надо будет как бы сразу пролепить камушек если вы накидаете большую площадь то вы уже не сможете выдавить раствор мастерочка вам придется тогда искать и ростовку и ростовкой резать вот ведь я сразу его раз и продавливая вот так вот формируем камушек у меня фундамент такой массивный поэтому мне большие крупные камни видите как он легко сейчас продавливается раз-раз и продавился а если раствор чуть больше простое то тогда просто вы не сможете выдавить его придется только вырезать придумайте себе заранее сразу же какой у вас будет камушек какой форму чтобы мы не терять время на это и сразу же делать рисунок такой какой вам нужен следите обязательно за передовкой камня чтобы не была нарушена передовка потому что мы как бы делаем лишь копию камня поэтому это важная часть где не хватает уголочка либо не хватает объема камушкой то вот как раз подлепили и сразу же долепливаем недостающие краешки камня видите у меня не хватает здесь вот бачка поэтому я раз и долепливаю и здесь вот видите вот у нас красиво будет должно получиться вот так раз долепливаем вот смотрите у нас вот этот камень тоже не хватает бачка но я не могу на него просто раз и кинуть поэтому нам надо обязательно его замочить чтобы он был мокренький тогда раствор очень хорошо сцепится с этим слоем на сухую часть лучше не кидать хорошенечко все замачиваем и теперь можно сюда кинуть тоже смотрите чтоб раствор не был сильно густым жидкий раствор лучше пристает как старой поверхности и тоже очень важно чтобы сплогнулась накиданный слой не был тоненьким если вы накидываете то вы должны кинуть не меньше двух-трех сантиметров на старую поверхность так лучше будет держаться я уже рассказывала что в диком камне лучше закруглять краешки камушка он как бы так больше красиво смотрится нежели если камень вылепить с острыми углами все-таки это какой-то у нас старый дикий камень его там природа обточила где-то вода чуть-чуть его там с дождиком подмыло поэтому ну мне что-то кажется что у него не будет острых углов сразу вот видите подлепливаем где не хватает объем чека шов тоже выбирайте себе одинаковый старайтесь вот я у меня шов шириною в этот мастер очка ведь я продавливаю мне является это как бы мир ну мерной такой вот частью что вот шов он такой вот будет широкий именно по мастерочку когда он разный где-то больше где-то меньше это не сильно красиво смотрится но конечно если у вас такая задумка то тут уже как ваша уже ваш выбор делайте тогда уже разную но у меня по эскизу как бы я себе решила что ширина шва будет такая вот одинаковая поэтому я и придерживаясь этот камень конечно заморочливый в том плане что его надо каждый пролепливать проще конечно было бы накидать и рестовкой порезать но это такой вот своеобразный камень он тоже имеет право на жизнь с ним надо немножко повозиться но поверьте он вас удивит и он будет очень красивый в покраске он вообще красиво смотрится сейчас вы сами убедитесь как только я начну его подрезать вырезать я думаю что всем он понравится вот такой вот кусочек мы сделали сейчас все надо замыть это обязательная часть потому что швы должны быть гладенькие кисточкой очень хорошенечко промачиваем прям ну чтобы гладенько было сам камень вы можете тоже чуть-чуть протереть кисточкой но не не сильно не усердствуйте сильно его не замывать и чтобы вот эти вот все вмятины остались они нам понадобятся сейчас хорошенечко особенно вот эта старая основа им вообще прям замачиваем его и грамот растираем кисточка чтобы все здесь вот было хорошо соединено и вот эти вот краешки камня тоже хорошо должны быть замыто сейчас видите вот мы берем острый резачок вот такой вот и сухую кисточку и аккуратненько подрезаем бачок камушка вот сейчас это вообще ребята вам не надо спешить настройтесь на позитив я аккуратненько все подрезайте камушек вот то что вы сейчас сделаете это называется вдохнуть жизнь в камень поэтому очень как бы аккуратненько не спешите потому что малейшее движение где-то больше резанули и как бы все все с можно спортить ну как относительно конечно потом можно замазать раствором ну это уже другое сейчас вот так вот аккуратненько мы все подрезаем как я уже говорила в диком камне я всегда скругляю края камушка именно вот эти вот уголочки потом берем вот этот вот специальный такой научный прибор я вам потом покажу поближе и вот я такие вот дырочки дело это я как бы восстанавливаю тот камушек на который я бачок делал здесь вот подрезаем чтобы добавить дополнительную такую рельефность камушку и кисточкой все это дело затираем кисточка тоже должна быть с мягкой щетинкой чтобы она легче обметала это все так вот смотрите а теперь мы берем вот делаем этот сырный камушек вот так вот аккуратненько подрезаем виде как я держу мастерок в руках я двумя руками помогаю чтобы если на вытянутой руке резать одной рукой можно сделать волнистую линию это не не очень хорошо поэтому тоже вы старайтесь а что вот камень у вас как бы ровный то вы тоже делайте эту подрезку бачка ровно не надо делать всяких извилистых линий каких-то там замороченных подрезок просто такую ровненькую линию сделали и все видите как она легко режется теперь берем большой мастерочек мимо делать дырочки вот видите таким нехитрым движением такие дырочки на сверливаем я вам скажу чем больше дырочек тем красивше камушек вы можете вообще взять еще больше мастерок от меньшего к большему сделать вообще он будет очень интересный у меня просто не по мне было такой под рукой но большего размера мастерок чтобы таких больших дырок наделать именно большего размера так вот все это делаю высверливаем теперь берем поменьше и и делаем еще меньше дырочки видите они трава у меня часто-часто сделано так вот хаотично не делайте их в рядочек что они друг около дружки так хаотично этих дырочек насверлили больших-маленьких больших-маленьких вообще будет супер теперь эти берем научный прибор такой вот элементарная такая вещь просто взяли в кучку гвозди сварили и вот так вот мы ими стукаем ручку ответьте я взяла от валика потому что ну когда если жесткая ручка тяжелой руке рука кисть потом начинает болеть от того что удары совершаешь а вот такая вот пластмассовая ручка получается амортизирует удары и как бы легче на руку не так вот тык 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 и все будет вам красота кисточкой обметаемся как бы сбиваем лишнюю крошку и перетираем и смотрите вот сейчас острым резачком мы сделаем самую красоту так вот берем и подрезаем такие вот как трещины будто камень лопнул на несколько частей либо у него какой-то кусок отвалился и получился вот такой как бы разрыв вот посмотрите просто хаотично не имеет значения левая правая сторона коса там криво не имеет вообще значения так вот подрезаете как бы такую дополнительную текстуру до получается делаете часть у вас будет трещина а часть вы срежете вот этих вот дырочек и получается он будет как наполовину шлифованный камень так можно еще больше углубить сильно тоже старайтесь и не углубляться по чтобы не достать до старого раствора то ну не очень хорошо надо подрезку делать именно так чтобы чуть-чуть оставалось свежего раствора именно там вашего накиданного не сильно зарезаться что было все как бы на первом на первом слое и вот так как также продолжаем делать следующий камушек у вас все камни будут разные потому что они имеют разную форму вы уже когда кидали этот раствор для пушечки тоже дали какую-то свою текстуру он не будет вообще повторяться где-то вы подрежете больше где-то меньше где-то у вас дырочка там по-другому будет ну просто мне этот камень очень нравится у меня сделано таким каменем калитка она уже покрашена кстати вы можете посмотреть как она раскрашена как этот камень в покраске смотрится я тоже скину ссылочку и там кстати есть мастер-класс как расписать калитку так что кому интересно заходите и те не забывай про бачок камушка тоже надо там дырочек натыкать чтобы как бы показать что он объемный и там где-то внутри штукатурки находится этот камень это таким образом как вы дополнительный объем показываете 3d делаете камни а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Завтра придется просто поверх всего этого дела кидать вам новый слой и заново это все зачищать, замывать и все этот процесс повторять. Поэтому сразу же себе спланируйте. Напланировали сделать 2-3 квадрата, сделайте, уделите по максимуму время камушку и все у вас тогда будет хорошо. Не оставляйте это на завтра там или там, а потом как-то будет. Вот у нас сейчас получается 30 градусов жары, поэтому сохнет очень быстро. Я только накидала, через 10 минут уже стена потянула на себя влагу и как бы все уже. Вот этот весь накиданный мой раствор такой уже стоит, аж дубовый. Поэтому, ну как бы тут нельзя так медлить, надо все, вот раз-раз взялися кусочек, сделали квадрат, сделайте его. Так, вот смотрите, что у меня получилось. Сюда у меня ушло 2 замеса, в замесе получается у нас мешок цемента и 4 песка. Вот такая вот красотища. Посмотрите, он уже красивый камушек, а только сюда красочки добавить, это будет вообще сказка. Видите, у меня здесь была стенка такая внутрь вдавленная. Когда я камушек кинула, я такие подрезки сделали, так он вообще стал, посмотрите, какой красотища просто. Просто красивенный камень. Я потом сниму как отдельно, как этот кусочек у меня будет раскрашен. Выложу фильм, но если у вас уже не хватает терпения, вы можете перейти по ссылочке, где у меня там роспись моей калитки. Там точно такой же камень сделан. Можете заранее посмотреть. Это тот же инструмент, который я использовала. Вот видите. И вот самое главное, это вот такой вот прибор сделать. Конечно, можно использовать щетку по металлу, но там будет немножко не такая дырочка. Вот он красивый за счет того, что он как бы весь такой пузырчатый, дырявый. Так что надо будет вот такой вот инструментом таким все-таки обзавестись. Вы тоже, кстати, на нашем канале можете глянуть по ссылочке, как сделать инструмент. А это я решил кусочек фильма показать. Идет покраска вот этого цоколя. Ну видно черновая. Вот Лена моет пистолет. Покраска акриловая. Ну это больше такой вот обзорчик, чтобы было интересно увидеть, а что же стало. Ну есть отдельно большой подробный фильм покраски этого цоколя. Надо просто будет его найти. Он уже, наверное, снятый и показанный. А это вот такая вот сток водопровода. Нет, я говорю, сток дождевой воды с крыши. И вот здесь можно чистить и следить за трубой, которая идет слив с крыши. Он замурованный в фасаде стен.